Системы Камера со Скиннера Это психолог с мировым именем, который в начале своей карьеры построил то, что сейчас называется камерой Скиннера Или Скиннер Бокс Это клетка, в которой помещают крысу и рычаг Крыса нажимает на рычаг и получает либо удар током, либо еду В паттерне выдачи наказания еды всегда есть какая-то логика, которую крыса через некоторое время разгадывает Самое интересное, что настраивая определенный паттерн, можно было влиять на поведение животного При разных настройках, оно не прекращая нажимало на рычаг Нажатие на рычаг становилось смыслом жизни Либо крыса боялась рычага как огня и умирала голодной смертью Даже несмотря на то, что в некоторых ситуациях нажатие на рычаг давало еду Мы, конечно, не крысы Мы большие, обладаем силой воли Сознанием, в конце концов Да, человек изобрел тот компьютер, на котором ты смотришь это видео И Ютуб, на котором этот ролик размещен Но все-таки, с точки зрения биохимии и гормональной реакции на определенные раздражители Наши мозги похожи и на мозг слона, собаки, крысы и даже ящерицы Есть несколько основных способов менять поведение игрока И они выросли из идеи скиннербокса И почти все успешные издатели используют их Поэтому нередко те игры, которые кажутся вам веселыми Больше похожи на кокаин, чем на развлечения Как создается привычка? Поиграл пять раз в Candy Crush и либо жди, либо плати Но почему? Казалось бы, надо, чтобы человек играл больше и больше На самом деле, гораздо ценнее не тот игрок, который играет много за один раз А тот, который возвращается регулярно У всех есть ритуалы Чашка кофе в одном месте по дороге на работу Одни и те же подкасты в метро Одни и те же соцсети первым делом с утра И игры пытаются вписаться в тот же паттерн Они создают ритм, в который легко войти Поиграя в Candy Crush по дороге на работу и с работы на протяжении недели И на следующей неделе балет сам потянется тапнуть иконку Но это возможно только если ты не прошел все левелы, когда тебе пять часов было нечего делать Или не вырастил все типы растительности на ферме за одну ночь Поэтому надо, чтобы у игрока была причина уйти и причина вернуться Если же хочешь получить все и сразу Это возможно, но это будет стоить как чугунный мост А разработчики все равно получат от тебя деньги, которые собрались получать на протяжении долгого времени На примере крысы получается условно, что первые пять раз она при нажатии на рычаг получала еду А на шестой раз ее шарахало током И в следующий раз еду она получала при нажатии не раньше, чем через час Тогда крыса понимала, что время от времени надо ждать Но не теряла интерес к рычагу И даже если игра не ограничивает время вашей сессии, например как Хардстоун Она вырабатывает привычку по-другому Эй друг, за наше небольшое задание ты сможешь получить приличный бонус Всего-то надо выполнить специальные условия Ммм, как ты быстро справился А хочешь еще? Подожди, пожалуйста, сутки Вы не задумались, почему первая сессия в игре гораздо легче, чем десятая? Таким образом она заманивает игрока Выигрывать классно Каждое достижение вызывает прилив гормона радости, допамина Когда выигрываешь, например, в Кэнди Крашу, экрана будто оргазм Взрывы, краски Все оставшиеся конфетти лопаются Тебе говорят, какой ты крутой, что выиграл В итоге первый опыт игры мозг связывает с радостью И когда уровни становятся сложными Мозг инстинктивно стремится к победе Потому что победа равно гормон радости Гений геймдизайна Кэнди Краш в том, что несмотря на рандом Очень часто игрок проигрывает как раз в тот момент, когда победа уже видна Ты видишь, как можно всего за два хода добыть уровни Или придумал тактику, которая точно поможет тебе И ты думаешь Ну ладно, что такого, я куплю еще пять ходов Всего-то стоимость Сникерса Потому что победу хочется получить любой ценой Геймплей любой игры способен надоесть Но только не в том случае, если у тебя есть задание Выполнение которого невозможно предсказать заранее Найти и убить редкого монстра Собрать определенные шарики в особенно длинную линию Вся магия процесса в том, что кажется, будто вот-вот получится Еще один уровень и звезды сойдутся Еще пять минут Еще, еще, еще Это что-то вроде игрального автомата Тебе кажется, что вот-вот повезет Крысе кажется, что вот-вот выпадет угощение Для того, чтобы показать все эти механики, я выбрал самые простые игры Но теперь, понимая принципы, ты можешь вычислить способы манипуляции в любой игре самостоятельно Поверь, они встречаются не только на мобилках, а даже в платных играх Например, в The Division можно добавить базе сундук, выдающий рандомную вещь раз в 12 часов Ничего не напоминает А дейлики в Destiny World of Warcraft целиком Неимоверно сложный скиннер-бокс Потому что у тебя по-любому есть друг, который жил в игре больше, чем в реальной жизни Теперь, когда ты знаешь самые ужасные способы похитить твое время и деньги Беря смысл игры, в которые играешь Тебе действительно так нравится геймплей? Или ты просто нажимаешь на рычаги, чтобы получить кусочек награды?